Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы смотрите первый видео авторынок. Если вы на нас еще до сих пор не подписались, рекомендуем это сделать. На канале много полезного и много интересного о том, что касается выбора и покупки поддержанных авто. Ну а если интересуют конкретные машины в наличии, либо вакансии нашей компании, все это смотрите по ссылкам, которые будут в описании. Добро пожаловать на очередную серию наших сравнительных обзоров. А сравнивать мы сегодня будем два автомобиля, чье отношение друг к другу можно охарактеризовать как двоюродные братья. Происхождение одно, но внешность разная. В отличие от типичных представителей машин-клонов, таких как, например, Toyota Passa и Daihatsu Boone для японского рынка, либо Peugeot 4007 Citroen C-Crosser Mitsubishi Outlander, у этих автомобилей гораздо больше различий между собой. Ну а какой из двух вариантов будет интереснее с точки зрения потребителя, мы сегодня постараемся выяснить. Встречайте, Nissan X-Trail в кузове Т31 и Renault Kaleos первого поколения. Nissan X-Trail в 31-м кузове появился в 2007 году. Эта машина выпускалась долго, аж до 2015-го. При этом на рубеже 2010-го и 2011-го годов машину провели через рестайлинг, в ходе которого освежили внешность и слегка поправили интерьер. На российском рынке 31-й X-Trail был доступен с одним из трех вариантов двигателя. Два бензиновых мотора, объем 2.0, 141 лошадиная сила и 2.5 литра на 169 лошадиных сил и дизель, объем 2.0, мощность 150 лошадей. Коробки передач либо механика, либо вариатор для бензиновых и классический шестиступенчатый автомат для дизельных машин. Привод у большинства российских X-Trail будет на все четыре колеса. Renault Kaleos первого поколения также появился в 2007 году, но рестайлингов здесь было два. Первая версия автомобиля продержалась на конвейере до 2011 года. Следующее обновление до 2013-го и с 2013-го по 2015-й первая генерация заканчивала свою конвейерную жизнь. В плане агрегатов на российском рынке под капотом Kaleos были доступны всего два варианта двигателей. 2.5 литра бензин на 171 лошадиную силу и 2-литровый дизель на 150 лошадей. Коробка передач для бензиновой версии механика либо вариатор, а для дизельной механика либо классический автомат. По типу привода все Kaleos на российском рынке, продаваемые официально, были полноприводными. Наши сегодняшние гости это X-Trail 2011 года выпуска машина рестайлинговая под капотом 2-литровый мотор на 141 лошадиную силу и вариаторная коробка передач. Пробег автомобиля 168 тысяч километров. Renault Kaleos 2010 года это дорест. Под капотом 2.5 литра бензин, вариатор, полный привод и пробег 250 тысяч километров. Слегка отойдем от традиции начинать обзор автомобилей с кузова и поговорим про, пожалуй, наиболее общие черты между двумя моделями, а именно про подкапотное пространство. Хотя на конкретных экземплярах будут различия ввиду того, что X-Trail имеет под капотом базовый 2-литровый MR20DE, такой же, как на Nissan Qashqai. Но если бы в наши руки сегодня попал X-Trail с двигателем 2.5, то основное различие под капотом этих двух автомобилей сводилось бы к разным эмблемам Nissan и Renault соответственно. Ведь двигатель 2.5 литра бензиновый под капотом X-Trail маркируемый как QR25DE и двигатель 2TR под капотом Renault Kaleos, по сути дела, это один и тот же мотор. Правда, 2TR у Kaleos был клонирован в 2007 году, когда большая часть болячек ранних QR25 еще с предыдущего кузова X-Trail уже была устранена. По конфигурации QR25DE и 2TR это рядная четверка с цепным приводом ГРМ, двумя распредвалами, фазовращателем и без гидрокомпенсаторов зазоров клапанов. В плане ресурса этот силовой агрегат очень даже неплох. Свои 250 тысяч километров он выхаживает довольно-таки свободно. Из основных претензий к этим моторам можно выделить расход масла на угар, особенно на пробегах за 150, особенно у тех, кто сильно экономил на замене масла или придерживался дилерских интервалов его замены, которые, конечно, крайне желательно сокращать. А также моменты, связанные, например, с конструкцией клапанной крышки. Она здесь пластиковая, что на одном, что на втором варианте, и в обоих случаях не имеет сальников свечных колодцев. Вернее, не имеет отдельных сальников свечных колодцев. Поэтому, если на Kaleos или X-Trail с двигателем 2.5 вы вдруг обнаружили, что в свечном колодце у вас оказалось масло, вам, скорее всего, придется либо менять всю пластиковую клапанную крышку в сборе, либо обратиться в сервис, где после некоторых доработок вашу клапанную крышку приспособят под сальники свечных колодцев от другого автомобиля. И в этом случае вы получите возможность просто менять недорогие резинки. Момент, который обращает на себя внимание, это небольшая разница в мощности, буквально в 2 лошадиные силы между X-Trail и его французским собратом. Однако, конструктивных отличий между клонами двух этих моторов практически нет. Что касается дизельного варианта с 2 литрами и 150 лошадьми под капотом, то у этих автомобилей и в одном и в другом случае будет стоять один и тот же двигатель авторства компании Renault M9R. В целом, это очень неплохой мотор, который имеет большой ресурс. Такие двигатели выхаживают под 500 тысяч километров пробега довольно спокойно. Главное, не экономить на масляном сервисе. Если довести мотор до плачевного состояния, M9R в самом худшем случае может провернуть вкладыши. Но даже при откровенно издевательском подходе к эксплуатации, такие дизеля выхаживают не менее чем 300 тысяч километров пробега. Более подробно о технической составляющей Nissan X-Trail и Renault Kaleos вы можете посмотреть в отдельных обзорах. Ссылочки будут в описании под видеороликом. И та, и та машина есть у нас на канале. Что касается коробок передач, то на самых распространенных бензиновых версиях будет стоять один и тот же вариатор японский фирмы JATCO модели JF-011. Да и в плане конструкции полного привода эти автомобили также однотипны. Задняя ось подключается в работу через муфту. Вы можете принудительно заблокировать ее, либо отключить вовсе, оставив машину чисто на переднем приводе. Разница только в реализации управления. На X-Trail это поворотная шайба, а на Kaleos более привычная кнопка-тумблер на три положения. Ну а теперь о разнице между двумя этими автомобилями и о тех факторах, которые могут сыграть, перевесив чашу весов, в пользу одного из них. Оба этих автомобиля относятся к классу среднеразмерных кроссоверов. Габаритные размеры 31-го X-Trail это 4 метра 63 сантиметра в длину, метр 79 в ширину, метр 78 в высоту и колесная база в 2 метра 63 сантиметра. Радиус разворота здесь 5,8 метра. Снаряженная масса 1587 килограмм, если говорить про версию с мотором 2.5, а максимально разрешенная полная масса 2 тонны 50. Что касается габаритных размеров Kaleos, длина этого автомобиля 4 метра 52 сантиметра, ширина 1,85 метра, а высота 1,69 метра. Рено Kaleos короче, шире и ниже, чем X-Trail. Радиус разворота не отличается, все те же 5,8 метра. А вот снаряженная масса незначительно, она больше 1655 килограмм. Максимально разрешенная 2 тонны 200. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, то у Nissan X-Trail в 31 кузове родной окрас это где-то от 85-88 до 110-120 микрон. Данный конкретный экземпляр, забегая вперед, у нас полностью в заводском окрасе, и большая часть показаний толщиномера как раз-таки укладывается в диапазон даже до 106-107 микрон. Та же картина наблюдается и в плане толщины лакокрасочного покрытия на Kaleos, причем практически в тех же показаниях. Разброс показаний прибора здесь, это все те же 85-88 до 120, максимум где-то 125 в отдельных точках. Кстати, интересно, что Renault Kaleos в дорестайлинге, продаваемые в России, собирались не где-нибудь, а на корейском заводе Renault. Ну а теперь переходим к сравнению внутреннего убранства двух автомобилей и начнем, конечно, с багажного отделения. Доступ в багажник X-Trail открывает одна большая сплошная крышка. Проем здесь очень широкий, багажник по каталогу это 479 литров объема при поднятых спинках заднего сидения и 1773 при сложенных. Давайте возьмем рулетку и посмотрим, что это обозначает на практике в плане размеров. Ширина проема багажника в его средней части здесь 109 сантиметров. Высота от фальшпола до крыши 81. Ширина багажника по полу здесь не одинаковая на всем его протяжении, но в средней части это 123 сантиметра. А в наиболее узкой передней 109. Багажник довольно глубокий, по полу здесь 106 сантиметров. Для перевозки габаритного груза сидение в X-Trail можно сложить. Делается это следующим образом. Первое, вы поднимаете подушку сидения и опрокидываете ее вперед. При этом важно, чтобы переднее кресло не было отодвинуто до упора. Далее, вам необходимо самостоятельно извлечь подголовник и опрокинуть спинку вниз. Завершив данную манипуляцию, вы получите абсолютно ровный пол, причем с пластиковой отделкой. Так что поцарапать здесь что-то в плане ткани или порвать у вас вряд ли получится. В этом случае погрузочная длина по полу у вас возрастает до 174 сантиметров. Некоторое неудобство доставит тот факт, что сложенная подушка будет блокировать проход между креслами. Поэтому проталкивать сюда длинный груз придется поверх нее. Подобная трансформация, кстати, была и в Toyota Corolla Fielder в 140-м кузове. Что касается дополнительных удобств по этому багажнику, то ключевым отличием этой машины от аналогов будет наличие здесь органайзера с воздвижными ящиками, перемычками. Все это скрывается у нас под фальшполом и вполне себе доступно. Ну а под вторым слоем пола, который, кстати, с завода крепится на клипсы и каждый раз для доступа к запасному колесу вам придется их вытаскивать, скрывается докатка. Также по бокам здесь присутствуют два отсека под крышками. В правой стороне у нас буксировочная петля, а слева находится домкрат и штатный инструмент. Также по левому борту у нас есть 12-ти вольтовая розетка и с обеих сторон багажного отделения выдвигаются небольшие крючки, куда можно подвесить, например, пакет, чтобы его содержимое не разлеталось по багажнику. Сверху небольшой плафон освещения и на этом все. Все. Одним из ключевых недостатков багажника X-Trail будет тот факт, что вся пластмасса, которая здесь находится, никак относительно друг друга, по сути, не фиксируется. И в случае, если вы будете ездить по неровным дорогам, есть немалая вероятность, что вы будете слушать подобный аккомпанемент. Ну а как обстоят дела у Renault Kaleos? Доступ в багажник этого автомобиля открывает уже иной конструкции пятая дверь. Здесь она раздельная. Отдельно открывается задний борт. И, кстати говоря, задний борт, вернее, его замок у этого автомобиля, особенно на дорестайлинге, относится к одной из характерных болячек. Так что при осмотре автомобиля проверьте на всякий случай, чтобы все исправно работало. Здесь банально обрывается трос. Объем багажника Kaleos по каталогу при поднятых спинках заднего сидения меньше, чем у X-Trail, 450 литров. А при разложенных меньше существенно, 1380 литров против 1770 на автомобиле-конкуренте. Ширина проема здесь 106 сантиметров. Багажник в данном случае в плане ширины более прямой, если можно так выразиться. Его ширина в узкой части 106 сантиметров. А расстояние от заднего борта до спинки сидения 94. Для перевозки крупногабаритных грузов сидения у Kaleos также, само собой, складываются. И выполняют они это, в принципе, по той же схеме, что и на X-Trail. Вы опрокидываете вперед подушку и следом складываете спинку. Единственная и довольно существенная разница в плане удобства – у Kaleos не приходится вытаскивать подголовники. Здесь они не мешаются. Никакой пластмассовой отделки пола багажника при таком варианте здесь не будет. Она будет ворсовая, но, во всяком случае, вы также получаете ровный пол. Полезная длина по полу в данном случае будет 161 сантиметр, что, опять же, меньше, чем у Nissan X-Trail. Ну, а что касается дополнительных удобств по багажнику, то здесь Kaleos попроще, чем его японский собрат. В данном случае у нас полноразмерное колесо вместо докатки под полом, из-за которой, собственно, уровень пола и оказывается выше. Штатный инструмент находится с правой стороны. Слева у нас противооткатный башмак – характерная черта комплектации практически любого Kaleos. И в передней части слева располагается блок стояночного тормоза. Ручник у Kaleos, кроме самой базовой комплектации, будет с электрическим приводом. Что касается дополнительных удобств, то 12-вольтовая розетка в данном случае у нас находится сверху в районе задней форточки. А слева у нас в наличии фонарик с принудительным включением. В зависимости от комплектации у Renault Kaleos также может быть дополнительная функция складывания сидений из багажника, чего ни в одном X-Trail никогда не будет. В этом случае для того, чтобы сидения у вас образовали ровный пол, будет достаточно просто потянуть ручку, которая находится вот в этом месте. Ну а теперь поговорим про интерьеры. У Nissan X-Trail в 31-м кузове одним из ключевых положительных изменений относительно предшественника стало использование мягкого пластика. В частности, из такого изготовлена большая часть передней панели и дверные карты. В плане посадки 31-й X-Trail напоминает классический внедорожник. Здесь даже не возникает желания откинуть спинку и, что называется, развалиться за рулем. При этом профиль капота с его ярко выраженными боковыми частями здесь очень напоминает Range Rover в 322-м кузове. Практически полностью его копируя в плане свободного пространства, вопросов здесь по большому счету нет. Даже несмотря на наличие в этом автомобиле панорамной крыши, которая, суд, представляет собой огромный люк, места над головой более чем достаточно. Сидения имеют относительно выраженную боковую поддержку на спинке, но не настолько выраженную поддержку по самой подушке. Они в меру мягкие, материалом напоминающим велюр, довольно приятным. Несмотря на пробег почти 170 тысяч километров, в этом автомобиле нет особых признаков износа интерьера. Руль здесь весьма удобный, обтянут он кожей. Подрулевые переключатели находятся на своих местах, пользоваться ими удобно и они работают без ярко выраженных громких щелчков. Что опять же в плюс. Комбинация приборов у дорестайлинга и рестайлинга это, можно сказать, две большие разницы. Рестайлинговая панель намного симпатичнее и более удобная. Подсветка здесь белая, красные стрелки, 4 аналоговых прибора, все по классике. Большой дисплей бортового компьютера посередине, информативный и вполне читаемый. При этом интерьер X-Trail в любой из комплектаций не будет перегружен кнопками. Стандартный блок управления стеклоподъемниками и боковыми зеркалами в виде отдельного джойстика на левом подлокотнике. Клавиши омывателя, фар и системы стабилизации плюс корректор фар. Все это располагается с левой стороны внизу, практически в слепой зоне. На руле два блока клавиш, левая сторона отвечает за магнитолу, телефон и бортовой компьютер, а правая это круиз-контроль. В данном случае у нас стандартная магнитола, но часть автомобилей комплектуется мультимедийной системой с монитором, на которой выводится и картинка с камеры заднего вида. Камера, кстати, в этом автомобиле есть, но изображение выводится на центральное зеркало. В топовых комплектациях в рестайлинге вы можете также встретить и систему кругового обзора. Климат-контроль у этого автомобиля автоматический, но при этом однозонный. Все управление реализовано при помощи удобных поворотных ручек. Ошибиться с режимом или направлением обдува здесь не получится. На самом деле такая схема гораздо удобнее отдельных кнопок. Она позволяет управлять климатом, вообще не отвлекаясь от дороги и не глядя сюда. Внизу клавиши подогрева передних сидений. Заглушка на месте возможной. На рестайловых автомобилях клавиши включения подогрева заднего дивана. И шайба управления режимами 4ВД. Полный привод здесь, как мы уже говорили во вступлении, может работать как в режиме автоматическом, так и в режиме заблокированной муфты. Ну а если он не нужен, можно оставить автомобиль только на переднем приводе. Селектор коробки передач вполне привычный. Есть кнопка блокировки. И, кстати, селектор это один из тех моментов интерьера, который, как никто, выдает реальный пробег автомобиля. На машинах с пробегами более 250-300 тысяч километров, боковые декоративные пластмасски на селекторе имеют свойство вообще покидать свои посадочные места. И многим владельцам приходится их на место подклеивать. Стояночный тормоз у X-Trail будет самый обычный механический. И на этом, по сути, все. По части подстаканников, бардачков и прочих моментов в X-Trail все очень даже здорово. Так что, если у вас много разного рода мелочевки, здесь вы ее запросто пристроите. В центральном пьедестале под крышкой у вас скрываются два подстаканника. Есть центральный бокс с аукс-разъемом. Правда, он не глубокий. Вдобавок разделен на два отсека. Небольшая полочка рядом с 12-ти вольтовой розеткой впереди. Под магнитовой, в данном случае, дополнительный кармашек. Абсолютно безразмерный перчаточный ящик, чтобы дотянуться до его дна, приходится очень сильно подаваться вперед, полностью отрывая спину и поясницу тоже от сидения. Есть дополнительный бардачок на самой передней панели, что весьма удобно. И футляр для очков сверху. Также по бокам передней панели на X-Trail мы видим подстаканники. А внизу дверной карты присутствуют узкие карманы, передняя часть которых отформована под бутылочку с напитком. Ну а что касается обзорности, здесь Nissan X-Trail в 31-м кузове практически вне конкуренции. Низкая линия бокового остекления, полностью видимый капот со всеми своими краями, включая передние, большие боковые зеркала и камера заднего вида, сильно помогающая с парковкой задним ходом. Что касается заднего дивана, не сказать, что он воспринимается как что-то чересчур мягкое, но при этом на нем комфортно находиться. Сидение здесь на самом деле удобное. При моем росте 1,86 м запаса над головой остается очень мало, но это потому, что в данный момент спинка установлена в самое вертикальное из возможных пяти положений. Будучи максимально заваленной назад, сидение обретает очень комфортное очертание, а запаса пространства над головой становится побольше. При этом, несмотря на относительно небольшую колесную базу, колени едва касаются переднего сидения при моей же собственной регулировке. Задняя часть сидения в данном случае мягкая, поэтому если ваш рост больше и вы будете упираться в кресло, это не доставит вам дискомфорта. Центральная часть сидения в данном случае представляет собой отдельную секцию, которую можно сложить и получить таким образом своеобразный подлокотник. Внизу дверных карт, сзади здесь очень маленькие и очень непрактичные кармашки, куда можно положить, разве что свернутый вдвое лист формата А4. Подстаканники для задних пассажиров полагаются, но они здесь выдвижны из центрального бокса внизу на центральном тоннеле, который, кстати, здесь довольно ощутимой высоты. И присутствуют дефлекторы вентиляции, которые можно при необходимости перекрыть. Кроме того, панорамный люк здесь такого размера, что пользоваться им задние пассажиры могут наравне с передними седоками. Можно ли отправляться в дальнюю дорогу на заднем сидении 31-го X-Trail? Однозначно да, причем с комфортом. Ну а теперь переходим к обсуждению интерьера французского аналога. Renault Kaleos на самом деле в плане выбора материалов X-Trail как минимум не уступает. Пластик здесь тоже мягкий, причем мягкая здесь практически вся приборная панель, кроме ее низа, что в принципе логично. По интерьеру у данной версии комбинированная отделка салона. Здесь центральные тканевые вставыши и кожаные боковины, но встречаются как полностью кожаные, так и полностью тканевые варианты. В плане пространства вокруг здесь тоже порядок. Это касается и места для головы, и места, собственно говоря, для плеч. Регулировки сидения здесь весьма внушительные. При полностью отодвинутом назад кресле я выпрямляю левую ногу в колене полностью. Мой рост 1,86 м. Присутствуют, конечно, регулировки сидения по высоте. Единственное, чего нет в данной комплектации, это подогрева в кресел. Руль здесь чисто визуально плюс-минус такой же, как на X-Trail. По форме и габаритам отличается форма центральной части, и на нем меньше кнопок. По сути дела, на руль здесь вынесен только круиз-контроль, а управление мультимедийной системой по французской традиции отведено на отдельный джойстик. Подрулевые переключатели на местах пользоваться удобно, никаких нареканий по ним, в принципе, нет. Приборная панель у Kaleos по своей архитектуре отличается от таковой на X-Trail, где мы видели два равноправных больших колодца спидометра и тахометра. По центру спидометр, тахометр слева и указатель температуры и уровня топлива в правом круге. Поскольку это дорестайлинг, здесь обычный оранжевый монохромный дисплей, на котором отображается пробег и кое-какая сервисная информация наподобие остатка хода на баке и т.д. Разного рода кнопочек по интерьеру Kaleos рассыпано побольше, чем на X-Trail. Под левой рукой у вас стандартный блок управления стеклоподъемниками. Регулировка боковых зеркал вынесена наверх на дверную ручку. Слева от рулевого колеса у нас кнопка включения-выключения парктроников, регулировка яркости приборов и включение-выключение системы стабилизации. По центру между дефлекторами аварийная сигнализация, кнопка центрального замка, блок климат-контроля здесь напоминает таковое от Nissan Qashqai. В кузове G10 левая и правая сторона регулируются по отдельности, есть монохромные дисплеи с отображением температуры. Все удобно, все на поворотных ручках. И скорость вентилятора, и температура, и в принципе даже режимы обдува здесь можно менять после некоторой привычки, не отвлекаясь от дороги. Следующий слот у нас занимает стандартная магнитола с CD-проигрывателем. Под ней кнопка запуска остановки двигателя, в данном случае у нас бесключевой доступ, клавиша включения-выключения круиз-контроля, либо режима ограничителя скорости, чего в X-Trail, кстати, не предусматривается. Кнопка тумблер на три положения управления полным приводом, 2WD авторежим и блокировка муфты. А также клавиша включения системы ограничителя скорости на спуске, чего опять же в X-Trail мы не видим. 12-вольтовая розетка, селектор коробки передач плюс-минус такой же, клавиша стояночного тормоза, в данном случае он имеет электропривод. Ну и на этом все. Что касается разного рода мест для хранения, то первое, с чего начинает Kaleos, это с дополнительных маленьких ящичков, прикрытых крышками в подлокотник. Далее, здесь целых три подстаканника, причем все они скучкованы на центральном тоннеле. Довольно большой и глубокий бокс, причем он реально объемный. В данный момент моя ладонь лежит на полу ящика, рука прячется туда практически по локоть. Здесь же разъем USB, AUX и еще одна розетка на 12 вольт. Редкий случай, но внутри этого бокса присутствует плафон освещения, чтобы вы видели, что именно вы туда положили. Основной бардачок у Kaleos столь же безразмерный, как и на Nissan. Дотянуться до его дальнего угла задача непростая, а вот футляра для очков на потолке больше нет. В данном случае у нас присутствует только панорамное зеркало для наблюдения за задним сидением. И это очень удобно, если у вас есть маленькие дети. В плане подбора посадки за рулем, кстати говоря, очень помогает и возможность рулевую колонку регулировать. Диапазон здесь довольно большой, регулировка механическая по двум направлениям. Ну а в плане обзорности у Kaleos дела чуть-чуть похуже, чем у X-Trail, за счет того, что сама посадка здесь более легковая. И вообще салон этого автомобиля напоминает скорее минивэн, нежели внедорожник. Боковые зеркала здесь большие, удобные. Линия остекления не слишком высокая, но сама панель выше. Нет ощущения нависания над капотом, как на 31-м кузове. Да и сам капот при некоторых регулировках сидения уже не видим. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на заднем диване. Что касается места на заднем диване. Задний диван, кстати говоря, вообще практически плоский. Это касается и спинки, и подушки сидения. Ширины достаточно для троих взрослых пассажиров. В отличие от X-Trail в данном случае, мои колени контактируют с сидением. Вернее, не с самим сидением, а с выдвижным столиком здесь. Если его открыть, то до спинки сидения я уже коленями не достану. Хотя место здесь впритык. Зато тоннель на полу у Калеуса значительно ниже, чем на X-Trail. Но и дефлекторов вентиляции на центральном боксе уже нет. Есть только клавиши включения-выключения самого обдува и его скорости. Дефлекторы переехали на боковые стойки. Спинка сидения, по крайней мере в данной комплектации, не регулируется по наклону. Но есть Калеусы, где такая опция предусмотрена. Из центральной части откидывается отдельный подлокотник, плюс есть дополнительный лючок в багажник. Так что уехать покататься на лыжах на этом автомобиле вы сможете большой компанией в количестве четырех человек. Это не проблема. Ну а из дополнительных удобств для задних пассажиров на Калеусах предусмотрены механические шторки. Перед тем, как посмотреть на оба автомобиля снизу на подъемнике, давайте разберемся с дорожным просветом. Каталожное значение которого для X-Trail в 31 кузове это 210 мм. Но уже при взгляде со стороны видно, что благодаря нештатной металлической защите моторного отсека никаких 210 здесь не будет. Реальное расстояние от защиты до асфальта это порядка 17 см. Зато передний бампер довольно высокий. Расстояние от асфальта до его нижнего края 25 см. За передним колесом до порога 25 см. Задняя часть на 3 см выше 28 см. Но ниже этой отметки будут рычаги задней подвески. Ну а задний бампер и глушитель заодно находятся на расстоянии около 30-32 см от поверхности земли. Так что если не считать ухудшающий дорожный просвет защиту моторного отсека, у X-Trail в целом с клиренсом все в порядке, даже по меркам кроссоверов. Ну а как обстоят дела с клиренсом у Kaleos? Каталожное значение для данной машины 206 мм. Вооружимся рулеткой и проверим соответствует ли это действительности. По факту низшая точка в данном случае находится у нас под передним подрамником. Расстояние от него до земли 20 см ровно. При этом никакой дополнительной металлической защиты здесь уже нет. Расстояние от асфальта до края переднего бампера 28 см. До бортовки порога за передним колесом 25 см. В задней части автомобиля 28 см до порога. Задний бампер здесь находится на отметке 33 см от асфальта. А выхлопная труба в данном случае подобрана в габарит. И глушитель подвешен поперек. С учетом того, что у Nissan X-Trail сантиметра 3 точно съела защита моторного отсека, похоже, дорожный просвет у этих машин плюс-минус одинаков. Единственное, что передний бампер у Калеуса все же находится выше. Что касается конструкции ходовой части, Nissan X-Trail в 31 кузове имеет переднюю подвеску типа Макферсон. Шаровые опоры в передних рычагах в данном случае выполнены как единое целое. И по задумке конструкторов должны меняться также комплектом с рычагом. Стабилизатор поперечной устойчивости по ниссановской традиции закреплен сверху на подрамнике без нормального доступа к его креплениям. Так что для замены втулок подрамник придется демонтировать и частично опускать. Кроме того, сайлентблоки самого подрамника на этих автомобилях относятся, в принципе, к расходникам, которые время от времени приходится менять. Во всяком случае, если пробег автомобиля свыше 150 тысяч километров, есть шанс, что они уже могут потребовать замены. Рулевая рейка на X-Trail 2-го поколения уже электрическая. Минус проблема с текущими шлангами и жидкостью ГУР. Ну а что касается антикоррозийной обработки, в данном случае она присутствует, причем не только на соединительных швах кузова, но и по всей плоскости днища тоже. Обработана с завода и пороги. А вот в центральной части кузова никакого дополнительного антикора, увы, не нанесено. В задней части автомобиля располагается топливный бак. Здесь он пластиковый, гнить не будет, это уже довольно-таки серьезный плюс. Заливная горловина бака, правда, металлическая, так что на нее в любом случае смотрите повнимательнее. Задняя подвеска у X-Trail выполнена на двойных поперечных рычагах. Далеко не самая сложная схема, но, тем не менее, количество сайлинг-блоков здесь больше, чем в привычных по более бюджетным автомобилям зависимых схемах. Пружина и амортизатор разнесены отдельно друг от друга, что облегчает замену компонентов. Тормоза у X-Trail в 31-м кузове в круг дисковые, ну а привод у них, как мы уже упоминали, тросовый, самый обычный механический. Но это не значит, что тормоза у 31-го X-Trail не имеют свойства примерзать после мойки, если говорить про ручник. Поэтому на всякий пожарный, перед тем, как пользоваться стояночным тормозом, просушите автомобиль в теплом помещении. Что касается конструкции подвески, то так же, как и на X-Trail у Kaleos MacPherson, и подвеска этого автомобиля повторяет таковую у Nissan X-Trail. Шаровые опоры по-прежнему, по задумке производителя, меняются вместе с рычагами. Все те же сами блоки подрамников в качестве расходников. И все тот же стабилизатор, который находится здесь сверху на подрамнике и требует его частичного демонтажа для замены втулок. Кстати, если вы смотрите Renault Kaleos, у которого наблюдаете довольно основательную металлическую защиту днища, не поленитесь при осмотре на подъемнике ее демонтировать и посмотрите, что осталось от переднего подрамника. Как ни странно, но у Renault Kaleos есть проблема с этим. Подрамники гниют, и причем иной раз до сквозной коррозии. Похожая проблема наблюдается на Amitsubishi Outlander XL с трехлитровыми моторами. Однако, хорошей новостью здесь будет то, что подрамник у Nissan X-Trail 31 и у Kaleos полностью взаимозаменяемый. В задней части автомобиля картина плюс-минус та же. Тот же самый бак, разделенный на две половины. Посредине проходит кардановых хлопная система. Бак пластиковый и объем его такой же 65 литров. То же самое касается и горловины. Здесь она также металлическая. Задняя подвеска, опять же, по архитектуре напоминает X-Trail. Здесь двойные поперечные рычаги, амортизаторы и пружины отдельно друг от друга. Дисковые задние тормоза. Единственный момент, что теперь привод стояночного тормоза электрический. Механический ручник на Kaleos может оказаться только в самой простой комплектации с механической коробкой передач. Вот таким получился наш сравнительный обзор двух похожих по технике, но таких разных внешне автомобилей. Какой из двух вариантов предпочесть, решать уже вам. И крайне желательно делать это, посмотрев оба автомобиля вживую. А также исходя из ваших актуальных потребностей по их будущему использованию. Тем из вас, кто опасается покупать Renault по причине возможной недоступности запчастей, в плане Kaleos нечего бояться. Очень много компонентов подойдет от японского собрата. При этом, с точки зрения интерьера и по части комплектации, Renault Kaleos может даже выиграть по некоторым позициям. Немаловажен и тот факт, что Nissan X-Trail, будучи японским и относительно доступным кроссовером в свое время, снискал большую популярность, в том числе и на вторичном рынке. И к настоящему моменту большая часть подобных автомобилей давно уже разменяла пробеги в три сотни тысяч километров и сменила по 5-6 владельцев, в то время как Renault Kaleos попроще отыскать с меньшим количеством собственников и меньшим пробегом именно в силу их меньшей когда-то популярности. В любом случае следует помнить, что безоблачная и незатратная в финансовом плане эксплуатация автомобиля будет зависеть от состояния исходно выбранного экземпляра. Если у вас был или есть какой-то из этих двух вариантов, и вы проехали на такой машине достаточно большое количество километров, чтобы поправить нас в чем-то или внести какие-то дополнения, пишите все это в комментариях. Людям, которые думают о выборе между двумя этими позициями, ваш комментарий может помочь определиться. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч. Пока! Пока!